Да, друзья, мы с вами снова в аэропорту Сан-Хосе. Он небольшой, и тут есть несколько терминалов, тем не менее, и международный, и внутренний. Мы с вами сегодня в терминале А, в прошлый раз, буквально пару дней назад, мы были в терминале Б. И вот тут, там где буковка А2, вот здесь А2, мы встречаем нашего гостя, его зовут Артем. Это молодой парень совсем, папа его мне написал в скайпе, говорит, молодой парнишка там, встретите его. Ну вот я и встречаю. Летит он через Лос-Анджелес, видимо в лотерею выиграл. Мы все узнаем у него, поспрашиваем. Я просто вам показываю, что такое аэропорт Сан-Хосе. Вот так все очень компактно, очень компактно, очень удобно. Вот, друзья, пошла лента нашего транспортера. Там написано, вдали, вам, может быть, не видно на камере, там написано Лос-Анджелес 6059. Рейсом Американ Аirlines. Вот, друзья, Артем, он стоя практически засыпает, кренится на бок. Откуда летели? Время ком с Актау. Откуда? Актау. Актау? Казахстан. Они все о нем знают. Так какой маршрут? Из Актау куда? Актау в Москву. Из Москвы в Лос-Анджелес. Здесь прямой рейс Актау-Москва. Есть рейс. Так. За два часа в шесть и вылетел, в шесть и прилетел. То есть вы сутки в пути? Другой ряда. Я сейчас уже немножко потерялся. А Актау это в какой части Казахстана? А что там, какой-нибудь большой город есть рядом? Большого рядом нет. Ну, в паре часов лета будет Алматы. Должны знать, это бывшая столица. Знаем. Хорошо, ладно. А мы на берегу моря. Море? Ну, Космийское озеро. Понял, понял. То есть там хорошее море-то так? Да. Рыба есть? Рыба есть, ловят. Правда, некоторые из-за очень новые. Так вы чего? Грин-карту выиграли? Выиграл, да. А лет вам сколько? Не 19 лет. А выиграли в какую лотерею? В 18-ю? В 17-ю. Диви что? В 17-ю. В 18-ю? В 17-ю. В 17-ю. Мама. То есть вы 2 года назад выиграли? Ну, выиграли, да. И потом вот и с документами разбирались. И вот в ноябре получили с 17-го года. И теперь уже полностью сюда. Подождите. Так это вы задержались как бы в порядке получается? Учеба. То есть у вас нападаете? Ну, вы приезжали и потом вернулись? Приезжали именно получать на грань-карту. Так. И потом уезжал именно доучиваться. Потому что просадили учебные нельзя. Понял. Так, постойте. А вы в таком возрасте, что вы вообще один? Вот папа говорит, папа мой, значит, там мальчик едет. А папа, значит, дома сидит. А вы дома сидите. Ну, хорошо. Ну, они переживают. Очень. Так, а какие у вас планы на жизнь вообще? Вот 19 лет, что вы хотите? От Америки, от жизни. Для начала тебе надо отучиться хорошо. Так. По крайней мере, в вашей школе. А, вы у нас будете учиться? Совсем известно. А мне никто не говорил. Так, я говорю, встретите человека. Я думаю, надо встретиться. Так, хорошо. Еще и у вас учиться. Студент. Понял. Студент, да. Так, подождите. Так вы что, прямо вот в ту группу, что сейчас началась? Да, я вот немножко, видимо, опоздал. Там был один урок всего. Ну, один урок, это ознакомительный. Ознакомительный, да. Ну, если завтра придете с утра, то будете на втором. Вам, конечно, отоспаться, но вы успеете отоспаться. Вы успеете. Хорошо, приходите. Так, у нас там группа прикольная собралась. Очень хорошая. Я с парой человеком уже пообщался. А, ну да. Ладно, а вы наш канал смотрели, или это только родители? Да, смотрел. Смотрел, естественно. То есть, не только родители? Нет, только родители. По крайней мере, я смотрел именно обучающие уроки. Понял. А с точки зрения английского языка, как у вас? Английский, ну, практиковать в октаву было неудобно. Хоть я и учился на переводчиках, а практиковаться там было сразу. А, то есть, вы еще учились на переводчиках? В каком учебном заведении? Ну, октавский, больше иностранных языков. Так это как бы среднее специальное, или это высшее образование? Нет, это среднее. И какие языки, кроме английского? Ну, поскольку это Казахстан, казахский, но я в нем, в общем, населенный. Но можете что-то сказать? Нет. Ну, хорошо. Именно, но мне обещали, что я, в принципе, уеду в Россию, но... А Ктау, город такой, он как бы русскоязычный, или там как раз нет? Да нет, там много языков, много народов, то есть, такая перемешка. То есть, там разная речь можно услышать? Да, в частности, русская, но сейчас она уже, по себе, там, грубо говоря, загнивает. В основном, казахская идет. Ага, а какие еще, кроме казахской? Есть там уйгуры какие-то, есть корейцы? Нет, корейцев нет. Так. Сейчас в основном казахи, но, по крайней мере, в моем городе. Так, в разных планах сетях, там, азербайджанцы, да и прочее. То есть, они, в основном, соседей, соседей по стране, да. Угу, как интересно. Ну, а климат суровый или мягкий? Нет, не такой хороший. В принципе, это плохо. Фрукты не растут, как и пальмы. А, ну, и фруктов тоже нет. Допустим, яблони растут. Ну, у кого-то, может, растут, но так. Ну, это заплатить надо, да, хорошо. Надо договориться с этим. Ну, хорошо, у вас много багажа. Да нет. Вот один. А, так это ваш, что ли? Да. Так забираем, что же. Вот мы и на парковке. И тут все очень рядом. Там, минута туда, минута сюда. Вы видите наш иммигрантовоз. В него загружается багаж Артема. Рыз. Там у меня что-то стоит, но для вашего чемоданчика. Вот это все, это весь багаж. Да. Это немного. Ну, давайте. Так и я один. И вы один, да. Бывает человек один, а багажа много. Давайте его сюда. Туда можно и рюкзачок пихнуть, в принципе, если что. Нет? Ну, смотри, значит, объясняю ритуал. Вот эта кнопка, вот эта, вот эта кнопка, закрывает крышку багажника. Я, кстати, не уверен, так она закроет, не закроет. Так, надо бы его, может, знаете что, может быть, давайте его положим. Так, положим, да. Так, надежнее. Надежнее будет. Да, значит, кнопка закрывает багажник. Закрытие дверки багажника символизирует, с одной стороны, то, что закрывается дорога в прошлое и открывается дорога в будущее. Это символ. Вот, значит, тут еще тонкость. Люди, которые с нами смотрят канал, это видео смотрят, может быть, через год даже будут смотреть, там через десять, они хотят поучаствовать. И это такая интерактивная возможность. Значит, в тот момент, когда вы нажимаете кнопку иммигрантовоза, в этот момент они нажимают кнопку лайк под видео. Да. И таким образом создается такой энергетический импульс, посыл такой в направлении успешной иммиграции. Давайте мы, значит, по команде, давайте, раз, два, три, нажимаем кнопку, та, что слева. Нажимаете кнопку слева, да, вот эту. Все, она пошла, 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 не боитесь. Все, друзья, закрывается дверь в прошлое, открывается дорога в будущее. По коням. Совсем немножко, друзья, буквально несколько минут по хайвею. Это такой местный 101-й хайвей. И вот окажемся мы в Mountain View, буквально в нескольких кварталах от того места, где наша школа. И там у нас что, на Airbnb, что-то, комната, да? Да. А почем, можно спросить, комната? Ну, изначально мы снимали чуть-чуть дальше, если не ошибаюсь. Да. А, это все-таки комната. Но дешевле, за около 30, между 30 и 40 долларов. В ночь? Да. Да. Ну, что-то случилось там. Да. В общем, нам отменили. Так. И Airbnb подарили нам какую-то возможность, как снять то, что они предложат. Так. И мы нашли вот такой вот вариант, чуть подороже, за 53 доллара. 53? Да. За 53 доллара. Это комната. Да. И я видел фотки, которые вам прислал домохозяйка, поскольку она сама куда-то уходит, там у нее партийные дела какие-то. И она прислала фотки, мне ваш папа переслал. И там, в общем, довольно симпатично. То есть, вот туалет, который там рядом, это вот ваш личный или там еще кто-то им пользуется? Вы не в курсе? Конечно. У вас там комната и напротив комнаты туалет. За, как сказали, 53 доллара. 53 доллара. В сутки. Это очень дешево. Улица Калифорния, друзья, темно, хотя еще не так поздно, но уже темно. Так, нам нужен номер 19, 31, а это какой? Сейчас будем искать. Должен же быть какой-нибудь номер-то. Так, с этой стороны нету. Все правильно, мы в правильном месте. Сейчас найдем квартиру, в которую у нас заселяется Артем. И там я уже по фоткам хорошо помню дальнейшее движение. Вообще, экзотическое такое место. Правда? Да. Интересно? А вот если туда вниз спуститься, там парковка. Вот там внизу парковка. Но мы туда не пойдем, нам вот сюда. Это туалет с той стороны. Мы уже в апартаменте. Просторная, хорошая комната. Шикарная, я считаю. И там какой-то еще вок-инк лозет, такой шкафчик. И все это за 53 доллара в день. Я хочу сказать, что в гостинице вы так не снимете. В общем, поздравляю. Отсыпайтесь. И тогда уже до завтра. Хорошо? Хорошо. Папись мамы, скажите что-нибудь. Я живой добрался, не переживайте. Все, счастливо. Всем удачи.